И так, значит, я продолжаю занятия по книге Мишли, притче царя Соломона. Значит, слово Малак, царь Соломон, он был мудрейший из людей, и он свою мудрость выразил, ярче всего мудрость, применимую в этом мире, он выразил в книге Мишли, в притчах. И вот сегодня третья глава, я хочу буквально сказать несколько отрывков, которые лично для меня очень много значат. Значит, в третьей главе, пятый отрывок, звучит так. Так, положись на Бога всем своим сердцем, и не полагайся на свою сообразительность. Что имеется в виду? У человека есть такое качество, как сообразительность, когда он просчитывает логика, он просчитывает какие-то действия, он хочет понять вещь из вещей. Это называется, знаете, бина, сообразительность. И обычный человек, он полагается на эту свою сообразительность. Он думает, так, сейчас я сделаю вот так, получится вот так. Но все его расчеты, они, во-первых, они иллюзорны, потому что он не знает, как получится, если он сделает вот так. Во-вторых, максимум, куда он может посчитать, это на два шага. Уже на три шага он посчитать не может, потому что все наши действия, они наталкиваются на свободу выбора других людей. И ты думаешь, что он ответит вот так, а он ответит совсем по-другому. Поэтому полагаться на свою сообразительность Шлома Амеллах, царь Соломон, не советует. А на кого он советует полагаться? На Бога, всем своим сердцем, то есть всем своим мышлением полагайся на Бога. Изучи то, что Бог от тебя хочет, и делай так, как Он от тебя хочет. Потому что тогда ты полагаешься на самую надежную систему того, кто создал этот мир и им управляет. И не полагайся на свою сообразительность. Дальше он советует, что на всех своих путях, в шестом отрывке он советует, Бехоль Драхеха Деу, на всех своих путях познавай Бога. То есть, и что тогда будет? В У Я Ашер Архатеха. И он тогда выпрямит твои дорожки. Есть путь, это широкая такая дорога, а есть тропиночки. И вот у каждого человека есть множество разных возможностей, что сделать, надо выбрать. Куча всяких дел. Всего не предусмотришь. Но, если ты в своих крупных, главных решениях, исходишь, полагаешься на Бога, что Бог от тебя хочет, и ты идешь по главным своим, как бы, в жизни решениям, исходя из познания Бога, то Он выпрямит все твои мелкие дороги. То есть, тогда, вот бывает, у меня недавно был случай, я был в Иерусалиме, и у меня был очень такой тяжелый выбор, так поступить, так поступить. Я не знал, как поступить. И я посоветовался с умными людьми, и мне говорят, поедь на могилу Рава Иска Казильбера. Прямо один из них сказал, поедь на могилу Рава Иска Казильбера. И я думаю, надо поехать, помолиться у него на могиле, чтобы Бог мне указал правильную дорогу. И вот я езжу, он похоронен на въезде в Иерусалим, есть кладбище Арамен-Уход, огромное на горе, кладбище там, ну, старинное кладбище. И вот я, значит, еду туда, я когда-то был несколько раз на его могиле, и думал, что я запомнил дорогу, но это было год назад, два года назад. Я приезжаю, там всего перестроили, уже кладбище перестраивается, я заехал не туда, раз заехал не туда, два заехал не туда, три заехал не туда. Думаю, все, забыл, я где, начинаю звонить, где могила. И остановил машину, начиная звонить, где могила, мне сказали, именно адрес, да, как, я, начинаю искать адрес, смотрю, а я ставил машину, остановил машину в пяти метрах от могилы. То есть я именно доехал туда, куда надо, но просто я как-то не доверился себе, не знаю. То есть в пяти метрах от могилы я остановился и начал звонить, искать, где могила. Так это тоже, о чем сказал Шлома Меллах, на всех своих путях познавай Бога. То есть, иди к Богу, полагайся на Бога, и Он выпрямит все твои мелкие народы и приведет тебя туда, куда надо. Это пятый и шестой отрывок третьей главы книги Мишли. Все остальные, третья глава в притчах, она самая для меня лично наполнена такими главными мыслями, идеями, которые очень помогают. Поэтому все остальное прочитайте сами, выучите и расскажите. Кстати, есть в третьей главе совет, в третьем отрывке третьей главы есть совет, как нужно Тору в себя лично погружать. Говорится так в третьем отрывке, что милосердие и истина, они тебя не оставят, если ты изучаешь божественную мудрость. И чтобы они тебя не оставили, как надо сделать? Кашрем аль гар гаратеха. Ты их должен привязать к своему горлу. Что имеется ввиду, это их произносить. Когда ты произносишь слова Торы, то ты их как бы привязываешь к себе. То есть ты в свое мышление, те слова, которые ты произносишь, ты их же там и закрепляешь. Значит, когда ты божественную мудрость произносишь, рассказываешь, объясняешь, то ты привязываешь к своему горлу. И второе, что нужно сделать, катвем аль лу ахлебеха. Записать их на скрижалях своего сердца. Вообще на языке мудрецов сердце это мышление. И как записать на скрижалях своего мышления, что имеется ввиду? Мышление, оно постоянно производит какие-то картинки. То есть то, что человек видит, это не та информация даже, которая есть снаружи. Мозг, он создает картинки. То есть он создает внутри, идет производство постоянно какого-то такого контента, димьон, воображение. То есть ни на секунду мозг не останавливается, только ты глаза закрываешь, и он тебе тут же подгоняет какие-то картинки. В основном он подгоняет картинки инстинктивные, какие-то вредные. То есть инстинкты. Теперь еще маркетологи очень хорошо подгоняют тебе картинки. Знаешь, набор, о чем ты должен думать, как только ты не имеешь цели в мышлении, то твое мышление начинает тебе красиво эти образы подгонять, чтобы ты уже за ними начинал бегать. Так здесь написано, что Лома Малак советует в третьем отрывке, третьей главы, «Напиши на скрижалях своего сердца слова Торы». То есть когда ты говоришь о Торе, о божественной мудрости, и когда ты думаешь о Торе, то ты в этот момент как будто бы отпечатываешь на скрижалях своего подсознания те образы, о которых надо думать. А в чем надо думать? О том, чтобы выполнять волю Бога. Если ты выполняешь волю Бога, то Бог помогает тебе, защищает тебя. И обо всем этом написано в третьей главе притчи царя Сарамона. Продолжение следует...